Друзья, привет у микрофона Саша, и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion. Как я и говорил, после презентации 25 марта, Apple выпустила финальную версию iOS 12.2. Долгожданная прошивка работает на всех устройствах с поддержкой iOS 12. В iOS 12.2 очень много новых фишек, а главное, исправлены ошибки и проведены работы по оптимизации. Сейчас разберемся, что же нового в прошивке. Сравним iOS 12.2 и iOS 12.1.4. Узнаем, стоит ли обновляться, а также расскажу про новые черные беспроводные наушники Apple. Обязательно досмотрите видео до конца, ведь там самое интересное. iOS 12.2 получила поддержку приложений, которые созданы при помощи языка программирования Swift 5. Эти приложения запускаются заметно быстрее, а также занимают меньше места на вашем устройстве. Большое количество программ уже используют этот язык, но в любом из случаев их появится все больше. В прошивке большой акцент сделали на обновление кошелька. Где-то поменяли интерфейс, а где-то вовсе добавили новых фишек. Например, более детальную информацию о платеже. Связано такое обновление с тем, что Apple запустила свою кредитную карту. Обязательно посмотрите видео про новинки Apple с презентацией 25 марта. Все ссылки вас ждут под видео. В браузер Safari добавили наглядное предупреждение о посещении потенциально опасных сайтов. Появилась поддержка функции предотвращения интеллектуального отслеживания. Эта функция запретит веб-сайтам следить за пользователями посредством куки-файлов, а также прибавит скорости при загрузке страницы. Отныне по умолчанию Safari не позволяет собирать данные о пользователях при помощи функции доступ к движению и ориентации. В iOS 12.2 эта функция отключена, пользователи смогут включить ее при необходимости. Данная функция отвечает за работу с веб-сайтами, которые используют акселерометр и гироскоп iPhone. Теперь появились стрелки в поиске Safari. В новой прошивке при отправке голосовых сообщений по iMessage используется новый кодек Opus с частотой 24000 Гц. Этот кодек заменил старый AMR с частотой 8000 Гц. Разница между ними очень большая. Из-за этого качество голосовых сообщений в iMessage заметно улучшилось. Также меню отправки изображений в iMessage было ускорено. В пункте управления вас ждет новая иконка дублирования экрана. Появился новый регулятор громкости для Apple TV. Еще тут есть новое меню управления пультом Apple TV Remote. Новая иконка переключателя пульта Apple TV Remote в пункте управления. Также в обновлении компания добавила 4 новых анимодзи. Теперь в прошивке есть анимодзи в виде жирафа, акулы, кабана и совы. Новое меню настройки основные об этом устройстве ограниченная гарантия, которая позволяет быстро посмотреть статус гарантии на любом устройстве. Меню настройки основные об этом устройстве было переработано. Теперь тут все выстроено более логично. Юзерам стала доступна возможность выбирать конкретные дни, в которые на устройстве не будут действовать установленные ограничения в экранном времени. Разработчики приложений получили возможность предлагать пользователям персональные скидки на их подписки. Также вы сможете выбрать новую палитру цветов в заметках. Появилась новая иконка приложения News. Это приложение недоступно в российском App Store. Друзья, это были основные изменения в iOS 12.2. Но если вы хотите узнать прямо обо всех изменениях, то можете прочитать полный официальный список изменений прошивки в моем телеграм-канале. Ссылка, конечно же, ждет вас в описании. А сейчас давайте разберемся, как там со скоростью и временем работы. Конечно же, я тестировал прошивку с самой первой бета-версии. И могу сказать, что Apple провела огромную работу. Они исправили более 50 опасных уязвимостей. Некоторые из них действительно были критичными. Только по этой причине нужно ставить обновления. Хочу отметить, что даже на старых устройствах с обновлением улучшилась производительность. Анимация стала плавнее. В общем, работает лучше, чем iOS 12.1.4. Это факт. Что касается времени работы девайсов, то тут все на уровне iOS 12.1.4. Как говорится, главное, что хуже держать не стало. Тестирование показало, что iOS 12.2 быстрее, чем iOS 12.1.4 по скорости работы на всех моделях iPhone. Более того, прирост в производительности есть и в тестах по типу Geekbench и Antutu. Все это означает, что iOS 12.2 я точно рекомендую к установке. Прошивка 100% не замедлит ваш iPhone, а наоборот, сделает его быстрее. Ко всему этому завезли более 30 новых фишек. Кстати, новые AirPods 2-го поколения работают только с iOS 12.2. Если говорить о наушниках, то могу вам показать новые черные беспроводные наушники Apple. Бренд под названием Beats, который принадлежит Apple, готовит собственные, полностью беспроводные наушники, которые станут более спортивным аналогом AirPods. В релизе iOS 12.2 нашли первое изображение новых наушников Power Beats Pro. Наушники выполнены в черном цвете и по своему дизайну больше похожи на Power Beats 3, чем на AirPods. В iOS 12.2 нашлось несколько изображений новых Power Beats Pro, а также анимация, на которой новинка красуется со всех сторон. По дизайну наушники очень похожи на предыдущую версию. Главным отличием является отсутствие кабеля. Наушники полностью беспроводные. Также в iOS 12.2 нашли фото зарядного чехла для Power Beats Pro. Это указывает только на то, что новые беспроводные наушники можно будет заряжать в специальном футляре на ходу. Эти наушники станут отличной заменой AirPods 2, потому что в них есть все фишки, которыми славится AirPods. Ко всему этому у них будет намного лучше звучание, а также защита от воды и удобное крепление, которое не позволит им выпадать из ушей во время занятий спортом. Цена пока неизвестна. Ожидается, что битсы окажутся дороже AirPods. Еще компания Apple выпустила macOS Mojave 1014.4. Заодно показали watchOS 5.2 и tvOS 12.2. Если вы хотите узнать абсолютно все про остальные новые системы от Apple, то заходите в мой телеграм по ссылке в описании. Там текстовый обзор. Рассказал про все новые фишки. Конечно же подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. Рассказывайте об этом видео друзьям. Думайте иначе. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!